За прошедшую неделю на территории Нинецкого автономного округа зарегистрировано 142 происшествия. Из них 15 преступлений, 14 из которых раскрыто. Привлечено к ответственности 93 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Изъята одна единица оружия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В отношении водителя иномарки сотрудники отдела ГИБДД вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.24 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. 15 сентября текущего года в дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Наринмаре. Установлено, что 28-летний молодой человек в районе Сахалина, не справившись с управлением мототранспорта, совершил наезд на заборное ограждение. От полученных травм водитель погиб на месте. 17 и 18 сентября в день празднования 87-летней годовщины со дня образования Ненецкого автономного округа и Дня работников газовой и нефтяной промышленности на территории города Наринмара сотрудники полиции несли дежурство в усиленном режиме. За два дня на площади Марацей жители округа отметили сразу три праздника работников нефтяной и газовой промышленности, детский праздник «Я родился в НАО» с конкурсами и детскими площадками, праздничный концерт «Честь дня округа». В разных районах проводились физкультурно-спортивные мероприятия. В это время сотрудниками полиции осуществлен комплекс мероприятий, направленный на обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности, а также пресечение от совершения преступлений и правонарушений. Таким образом, в период проведения праздничных мероприятий нарушение общественного порядка и иных чрезвычайных происшествий не допущено. 18 сентября 2016 года на территории Российской Федерации проведен единый день голосования. Более 150 сотрудников Управления МВД России по Ненецкому автономному округу осуществляли охрану общественного порядка и общественной безопасности. В целях подготовки к безопасному проведению единого дня голосования, координации действий подчиненных сил и средств УМВД по охране общественного порядка, сотрудники полиции с 12 по 18 сентября текущего года проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Выборы-2016». В этот период и в день голосования нарушение правопорядка и иных чрезвычайных происшествий не допущено. Профилактические мероприятия сотрудники УМВД проводят по всем направлениям. В целях поддержания правопорядка на территории округа с начала летнего сезона проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Навигация-2016». Еженедельно по прибытию грузового судна в Наринмар сотрудники полиции осуществляют комплекс проверочных мероприятий, транспортных средств и пассажиров. Мероприятия продлятся до окончания навигации. В целях повышения эффективности выявления преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявления и ликвидации очагов произрастания растений, содержащих наркотические вещества, на территории округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «МАК-2016». В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также формирования у молодежи устойчивых навыков соблюдения правил дорожного движения, сотрудники госавтоинспекции округа проводят просветительные встречи со школьниками. 16 сентября сотрудники полиции провели правовой урок для старшеклассников Нениской специальной коррекционной школы «Интернат номер 7». В рамках занятия полицейскими акцентировано внимание школьников на соблюдение правил дорожного движения и поведения на дороге, а также об обязательном ношении в темное время суток светоотражающих элементов. Также стражи порядка подробно рассказали школьникам, с какого возраста и за какие правонарушения и преступления наступают уголовная и административная ответственность, а также напомнили о бережном отношении к личному имуществу. На минувшей неделе сотрудники госавтоинспекции округа совместно с педагогами средней школы-поселка Искателей и Ненинской специальной коррекционной школы «Интернат номер 7» провели профилактическое мероприятие «Шагающий первоклассник». Дети под руководством взрослых изучали прилегающую территорию к школе, дорожные знаки, пешеходные переходы, место для парковки транспортных средств, автобусные остановки и детские площадки. В завершении пешей экскурсии детям вручили светоотражающие элементы. Такие мероприятия будут проведены во всех образовательных учреждениях округа. Пойманы и заключены под стражу. 15 сентября текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД задержали угонщиков автомобилей. Двое жителей 1988 и 1991 годов рождения, находящиеся в розыске за совершение преступлений, предусмотренных пунктом А частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации, неправомерное завладение автомобилем, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В настоящее время в отношении граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно постановлению Наринмарского городского суда, задержанные выдворены в изолятор временного содержания Управления МВД России по Ниньевскому автономному округу. В целях упрощения порядка оказания государственных услуг граждане могут пройти регистрацию на едином портале государственных услуг и воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документа оборота, без потери времени. Информацию о государственных услугах можно получить на сайте ОМВД в разделе «Для граждан». При возникновении вопросов можно обратиться по абонентским номерам 8-818-53-423-63, также 4-56-96 или 4-38-48. Также можно направить обращение по адресу улица Выучейского, дом 13, города Наринмар, а также воспользоваться адресом электронной почты mvd83-sobaka-mvd.gov.ru. Телефон доверия ОМВД 4-21-52. В дежурную часть полиции продолжают поступать заявления о хищении велосипедов, детских колясок из подъездов жилых домов. Полицейские обращают внимание владельцев велосипедов на то, что в интересах каждого гражданина должна быть обязанность по обеспечению сохранности своего имущества. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте внимательны, берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова